Но я, с вашего позволения, немножечко продолжу, уже так долго говорить не буду. Дорогие друзья, вот Николай Игнатов сейчас вспомнил о нашей поездке в сентябре 2008 года в Осетию. Это была удивительная поездка, и в этом зале находятся участники той поездки. Здесь есть Сергей Кузнецов, Гуля Игнатов, дай бог памяти, еще кто-то подойдет. И нас действительно тогда всех удивил. Мы улетали с военного аэродрома Чкаловский, что в Подмосковье. И как только мы погрузились в Ил-76, Валера, кто-то, а, кто-то еще с нами был из ребят. Витя Трофимов не был? Не помню. Но кто-то был еще. И тут же, ну, мужики, да, летят на юг. И только что отремели взрывы в короткой войне в Тхенуале. Тут же кто-то фляжку достает, кто-то огурчики домашние, кто-то помидорчики. Валера достает блокнот. И уже в самолете начинает писать. Валер, что ты делаешь? Не мешай. Когда прилетели во Владикавказ, уже, как Коляр доказывал, значит, дело к ночи. Коля, нам с тобой повезло, в кавычках. Потому что он играл на твоей гитаре, потому что твоя кровать была справа от него. А моя кровать была слева от него. Я это все слышал. И когда мне надоело, я говорю, Валер, может быть, тебе чем-нибудь помочь? Он говорит, третий куплет не клеится. Говорит, не знаю, о чем писать. И я ему тогда говорю, Валер, слушай, вот мы сейчас в Северной Осетии. Здесь легендарная река течет, Терри. А ты спросил у ребят, есть ли река в Южной Осетии? И вот тебе образ, две реки, как две отдельные части одного единого народа, осетинского народа, неделимого народа. И он написал третий куплет. Мы сегодня споем, наверное, эту песню, потому что она очень интересная и памятная. И вот авторская песня приводила Валеру иногда и на телевидение, иногда и на радио. И одним из знаменательных этапов его жизни, незабываемым, как и для многих тех, кто там хоть однажды побывал, была телевизионная программа под названием «В нашу гавань заходили корабли». Удивительная и теплая атмосфера авторской песни. И Валер был не однажды участником этой программы. Внимание!